Сегодня по вашим просьбам мы представляем необычный выпуск, а сборник лучших видеоканала о жизни женщин на Руси. Были ли они буквально заточены в своих теремах? И правда ли, что для женщин, бивших своих мужей, было отдельное наказание? Почему вас шокирует диета, на которой тогда сидели русские красавицы? Правда ли, что именно Марфушечка, а не Настенька, настоящий идеал красоты на Руси? И почему тогда женщины красились еще больше? Почему на Руси не признавались любви? Были ли у славян гаремы? И правда ли, что многоженство не исчезло с принятием христианства? Почему любовь описывали как жалость? И правда ли, что первые бизнесвумен появились именно на Руси? Что на самом деле ждало русских цариц? И почему быть царицей это так страшно? Но перед этим хочу поблагодарить всех, кто уже поддержал наш канал, купив себе футболку, худи или свитшот в нашем магазине. Мы хотели бы сказать спасибо лично каждому из вас. Присылайте имя и номер заказа. Ну а тем, кто еще не успел, рассказываю. В связи с тем, что монетизацию в России отключили, поддержать нас можно, купив футболку своей мечты со стильным принтом. В связи с тем, что нас с вами уже миллион, объявляем акцию «Любая футболка за 799 рублей». Спешите, время акции ограничено. У нас огромный выбор принтов самой разнообразной тематики. Здесь свою футболку найдут поклонники игры, котиков, литературы и музыки, и даже авокадо. Если вы все же не найдете, у нас есть удобный конструктор, позволяющий заказать вещь со своим изображением. Купите себе или в подарок близкому человеку и поддержите наш канал. Ссылку оставлю в описании. Вы будете удивлены, но в Древней Руси мужчины и женщины не признавались друг другу в любви. Да-да, все дело в том, что слово «любовь» означало вовсе не то, что значит сегодня. Впервые любовь упоминается в договоре 944 года князя Игоря с Византией. И оттоле увидят иные страны, какую любовь имеют греки с Русью. Здесь любовь – это дружба, согласие, а вовсе не то, что мы с вами понимаем под этим словом. Ярослав Мудрый в своем завещании призывает своих пятерых сыновей. Если пребудете в любви между собой, то Бог будет среди вас и покорит ваших недругов. И хоть здесь древнеславянское слово «любовь» употреблено уже в христианском, более близком сегодняшнему значении, но все равно его смысл несколько далек от современного. Но как же тогда на Руси говорили о своих чувствах? Самое древнее на сегодня предложение руки и сердца – берестяная грамота из древнего Новгорода. Читаю. От Микиты к Анне. Пойди замене. Я тебя хочу, а ты меня. А на то послух свидетель Игнат. Летописец в повести временных лет уверяет, что у славян, кроме, конечно же, любимых им полян, брака не было вообще. Схожахуся на игрище, на плясанье и на вся бесовские игрище. И там у макаху жены собе. И мяху же по две и по три жены. Конечно же, летописец-монах тенденциозен, поливает грязью языческие дохристианские времена. И как на самом деле заключался брак у славян, мы можем только гадать. А вот о том, что до крещения на Руси было действительно распространено многоженство, свидетельств много. Например, Ярополк сватался к Рогнеди, несмотря на то, что уже имел жену, привезенную Святославом из Болгарии. Да и у князя Владимира было пять официальных жен и около 800 наложниц. Интересно вот что, изменилось ли положение дел с приходом христианства в более поздние времена. Так вот, судя по летописи, в конце XI века киевский князь Святополк II садит на престол своего сына от наложницы. То есть многоженство еще процветает, и такое происхождение незаконным не считается. Спустя еще век Ярослав Исмамысл имеет две жены. Княгиня, официальная княгиня, имя которой в летописи даже не указывается, и параллельная Настаска. По мнению доктора исторических наук Бориса Романова, многоженство еще несколько веков было обыкновенной реальностью на Руси. Разницы между второй, третьей и так далее женой и любовницей фактически не было. При этом несколько жен не было привилегией князей и знати. По законодательству той поры пространной правде, робьи дети вместе со своей матерью принимают участие в разделе имущества простого человека. И хоть самой рабыне-наложнице то ли не полагается, зато ей и ее детям положена свобода. При этом историки подчеркивают, древнерусское многоженство среди обычных людей не было сродни гаремам. То есть жены не жили в одном доме на какой-нибудь женской половине, являясь по приказу господина. Такой гарем летописец приписывает только князю Владимиру, у которого наложницы концентрировались в загородных резиденциях. Скорее на Руси это были параллельные семьи. Например, уже женатый открыто заводил наложницу среди дворни. И та хоть и стояла ниже жены, но тоже имела вполне официальный статус. Также мужчина мог, не тратя времени на развод, спокойно завести вторую или третью семью. И даже с точки зрения церкви, которая в принципе с многоженством боролась, за это ему полагался только штраф. Традиционной русской культуре вообще совершенно чужда любовь в современном смысле слова, считают историки и этнографы. И уж тем более не воспринималось это чувство как цель, как объект для поиска и условия счастья. Скорее наоборот. Известный фольклорист 19 века Александр Афанасьев писал, что любовь воспринималась как некая наносная, внешняя, природная или мистическая сила, охватывающая человека. И вызвана она, скорее всего, колдовскими методами, заговорами, присушками. Кто влюблен, тот очарован, пишет он. Русские крестьяне еще в 18-19 веках сохранили традиционный древний взгляд на многие стороны жизни. Так вот, интересно, что любовную страсть они описывали как жалость. Доктор исторических наук Елена Смелянская приводит в своей книге документ допроса нижегородской крестьянки Авдотьи о ее любви к сыну сельского писаря Степану. Тому, года с три, не знамо с чего, стало ей очень жаль той деревне крестьянина Степана Борисова. И всегда б на него Степана она смотрела, а когда его не видит, то бывала ей великая по нем тоска. Так вот, у этого самого Степана, как я стоит из допроса, нашли заговор, в котором призывался телесный и сердечный огонь. Непонятно и как семейная жизнь на Руси не разбивалась о быт. Жили большими семьями. Обычный городской дом был всего около 16 квадратных метров. И на такой-то стесненной территории располагались не только муж, жену и куча детей, но еще и зачастую старшее поколение семьи. Очень сложно в такой ситуации что-то скрыть или остаться наедине. При этом люди в городах Древней Руси жили не так уж и бедно, но необходимым не экономили. Как считают историки, главная причина такой любви к тесноте была все-таки чисто технической. Большие многокамерные помещения отапливать гораздо труднее. А вот бить жен в Древней Руси было не принято. В отличие от более позднего домостроя 16 века, в древнерусских нороучительных сочинениях 11-13 веков не встречается рекомендаций бить жену, как бы плоха она ни была. Согласно сборнику 1076 года, наоборот, жену следует беречь. Все дело в том, что, как считает известный российский историк-антрополог Наталья Пушкарева, женщина в обществе Древней Руси занимала достаточно высокое положение. И яркий пример этого – княгиня Ольга, которая стала во главе государства. Житейские неурядицы Древней Руси широко представлены в уставе Ярослава. Среди семейных проблем – кражи друг у друга и даже драки. Мало того, для жены, побившей мужа, предусмотрен штраф 3 гривны. Кстати, для мужа в аналогичной ситуации штрафа нет. Предусмотрена и ситуация, когда жена попалась – чародеица, наузница, или волхва, или зеленица. Так вот, предписано ее не выгонять, а наказать по-свойски. Мужчинам, конечно, предоставлена была гораздо большая свобода. Но а что больше всего не любили в женщинах в Древней Руси? В исторических документах той поры всячески обличают вздорность, злобность, непослушание мужу и священнику и даже кокетство. Даниил Заточник застает женщину за зеркалом и захлебывается в сарказме. Не позоруй взерцало, но зри в коросту. Женебу злообразнее не достоит взерцало принесати. Брачный возраст по современным меркам на Руси наступал очень рано. В послании митрополита Фотия новгородцам, это XV век, запрещается выдавать девочек замуж до 12 лет. А значит, такие случаи были. Так в конце XII века княжну Верхуславу выдали замуж в 8 лет, а жениху княжичу было всего 14. Конечно, ранний брак среди князей был делом политическим, а вот в среде простолюдинов все объяснялось пользой в хозяйстве. Ведь в доме появлялась и еще одна, далеко не лишняя, пара рук. Церковь, конечно, пыталась держать в своих руках монополию на брак, но, судя по литературе, еще в конце XI века считалось, что церковное венчание пристало боярам, токмой и князям. Остальные же ограничивались языческими свадьбами, все теми же древними плясанием и гудением. Развод прямо запрещался церковью, но на самом деле, как доказала Наталья Пушкарева, ни развод, ни повторный, ни третий брак не вызывали никакого общественного суждения. В отличие, кстати, от Западной Европы, где под окнами разведенных устраивались кошачьи концерты. Вот только развод предусмотрен был только по вине жены. При этом отсутствие любви или обоюдное нежелание продолжать совместную жизнь не могло служить основанием для развода. В те времена любовь, взаимопонимание и счастье в браке в привычном нам сегодня смысле вовсе не были условием брака и целью совместной жизни. К концу XV века на Руси уже укоренились и представления, согласно которым женщина представлялась злом, больше, чем сам дьявол. Любовь и страсть описывались монахами как посторонняя дьявольская сила, которой надо было противостоять. При этом именно женщина считалась носителем и главной виновницей враждебной силы влечения. Поскольку женщины, как считалось, больше подвержены сластолюбию, нормы их поведения были строже. А вот мужчины имели большую свободу, ведь мужчина не виноват, она сама. «Зло есть женская прелесть», – писали монахи. Основания для такого взгляда находили в Библии, мол, это именно Ева сагитировала Адама на грехопадение. Поэтому и в дальнейшем женщина гораздо быстрее находила общий язык с дьяволом и используя эту связь для занятия волхованием. Женское тело считалось сосудом греха. Советский антрополог Игорь Конн считал, что причина проста. Поскольку женщина происходит из чужого рода или общины, ей приписывается в лучшем случае сомнительная верность, а то и прямая враждебность. Вот женщины и описываются как чуждые опасные существа, а нередко даже как колдуньи. На вопрос «Настенька» или «Морфушечка» соответствует представлениям о красоте на Руси, большинство, не задумываясь, ответит «Конечно, Настенька!» Ведь именно такой и была, казалось бы, настоящая русская красавица, без этого современного макияжа. Вот только на самом деле, вот он, настоящий идеал красоты, начиная века с 15-го. Итак, давайте разберемся, как описывали русских красавиц иностранцы, что больше всего шокирует в их описаниях? Правда ли, что эта красота была во всех смыслах убийственна? Что общего у китайских и русских красавиц? И что на самом деле скрывается за такими странными стандартами русской женской красоты? Портреты нежных красавиц в роскошных кокошниках – увы, вымысел художников 19-го века. Об идеале женской красоты времен Древней Руси нам, в общем, практически ничего не известно. Зато, начиная с 15-го века, у нас есть воспоминания иностранных путешественников. Посещавшие Москву иностранцы в целом настроены весьма критично. Но вот в том, что касается женщин – единогласны. Русские женщины очень красивы, вот только их облик портят тонны косметики. Вот шведский дипломат, проживший в России 4 года. Что касается женщин, они чрезвычайно красивы и белы лицом, очень стройны. Безобразят себя часто тем, что не только лицо, но глаза, шею и руки красят разными красками. Белую, красную, синюю и темную. Черные ресницы делают белыми, белые опять черными или темными. И проводят их так грубо и толсто, что всякий это заметит. Никого не напоминает? А вот немецкий путешественник Адам Алиарий в 1656 году. Женщины среднего роста, в общем, красиво сложены, нежны лицом и телом. Но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршневой муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Голландец Ян Стрейс проехал почти всю Россию. Женщины Московии обычно хорошо слажены, но тем не менее они мажут свои лица мазями и делают это так искусно, как шут, посыпающий свое лицо мукой. Они красят кисточкой щеки и чернят брови, воображая, что это делает их необычайно красивыми. Но и это еще не все. Русский историк 19 века Иван Забелин писал, чтобы еще больше возвысить ясность, светлость и блеск очей, подкрашивали не только ресницы. Под стать бровям тоже черную краску, сурьмою. Но пускали черную краску и в самые глаза, особым составом из металлической сажи. Но самое интересное, что русские красавицы на этом не останавливались. Иностранец Коллинз сообщает, они чернят свои зубы с тем же намерением, с которым наши женщины носят черные мушки на лице. Зубы их портятся от меркуриальных и ртутных белил, и потому они превращают необходимость в украшение и называют красотой сущее безобразие. Дело в том, что сначала в моду вошло отбеливание зубов специальным ртутным составом, от которого через полгода зубная эмаль разрушалась окончательно, и тогда их стали просто красить черным. А были ли сторонницы естественной красоты? Иностранцы описывают, как красавицу-супругу одного из самых знатных вельмож, которая не хотела портить свою внешность, донимали жены других бояр. И в конце концов, при помощи мужей своих, они добились того, что и этой от природы прекрасной женщине пришлось белиться и румяниться. Черные зубы, пепельно-белые лица, получаются какие-то гейши. Не хватает еще красных кругов на щеках, и настоящая русская красавица 17 века готова. Так может, это иностранцы оклеветали наших дам? Но нет, даже русская церковь крайне неодобрительно относилась к такой красоте. Протопоп Аввакум сетовал. Иные жижонки лицо свое безобразят, и паки красок накладут, ино червлено, ино бело, ино синяя, что суть подобно мерзкому зверю-облизьяну. Этот обычай, впрочем, дожил до 19-го столетия. Радищев, в путешествии с Петербурга в Москву, пишет о жене новгородского купца. Цитирую. Поросковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна, зубы как уголь, брови в нитку, чернее сажи. Впрочем, чернили зубы с урьмой и в Италии с 15 века. А Екатерина и Мария Медичи привезли этот обычай во Францию, откуда он покатился по Европе и докатился до России. По другой версии, выбеленные лица и черные зубы – наследство Золотой Орды, в которой существовал именно такой макияж. Эта красота была в прямом смысле слова убийственна. Соли свинца в белилах и румянах, сернистая ртуть – все это накапливалось в организме и достаточно быстро убивало красавица. Однако есть версия, объясняющая причины таких странных стандартов красоты. Образ матрешки с белым лицом и красными кругами на щеках не совсем верен. Этнографы сообщают, поверхность лица была выбелена тщательным образом, резко оттеняет цвет кожи на шее. На щеках были нарисованы красные пятна, у иной в форме – площади круга, у другой они имели овальную форму, у третьей – полосками и так далее. Таким образом, навряд ли подчеркивали природный румянец и черность бровей. Вот так выглядел настоящий обрядовый макияж, восстановленный этнографом Андреем Гавриловым. Нанесение ярких пятен на лицо служило оберегом от сглаза. Считалось, чтобы человека, особенно невесту или ребенка, не сглазили, нужно краской поставить на лбу или лице черную точку, чтобы именно она привлекла внимание. В нашем случае женщину оберегают круги – это три зари – утренняя, вечерняя и ночная. Полоски и рубежи – тоже обереги. Понятно и почему иностранцы видели сплошь сильно накрашенных русских женщин, ведь любой выход на люди, а уж тем более к иностранцам, был связан с особой магической опасностью. Нам сегодняшним сложно проникнуть за занавесу времен и понять, как мыслили наши предки. В старину всего был очень глубокий смысл. Кстати, знаменитые египетские стрелки вокруг глаз рисовали вовсе не для красоты, а чтобы через глаза не проникли в человека злые духи и болезни. Не отсюда ли и русское чернение глаз и тех же зубов во рту? Победа в своеобразном конкурсе красоты и долгожданный трон. Казалось бы, вот оно, счастье, предел женских мечтаний. Ты, владычец огромной страны, к твоим услугам. Многочисленные слуги и любое твое желание будет тут же исполнено. Но что на самом деле ждало русских цариц? Почему быть царицей – это страшно? Правда ли, что жизнь царицы состояла из одних запретов? Какие развлечения разрешались царицам? Так что было царицам категорически запрещено? Сколько из них дожили до старости и не были сосланы в монастырь? Как сложилась судьба первой русской царицы? Кто из них пытался вырваться за пределы терема? Кто был первой русской самодержицей задолго до Екатерины? И кого из русских цариц все же можно назвать счастливой? Итак, первая русская царица появилась, когда Иван IV Васильевич, которого сегодня принято называть Грозным, стал именоваться царем. Чтобы стать царицей, со времен отца Ивана Васильевича девушке надо было победить в своеобразном конкурсе красоты «Смотри невест». Этот обычай пришел к нам из Византии. Со всей страны самых красивых девушек из знатных семей привозили в Москву. Слахи царя выбирали шесть или семь финалисток. Они учитывали в первую очередь красоту и здоровье, а не знатность претендентки. Поэтому частенько побеждали девушки из небогатых семей из провинции. А дальнейший выбор был уже за самим царем. Вот только вместе с женой он выбирал еще и тот или иной род, который займет при дворе высокое положение и получит большое естественное влияние на царя. В результате такие, казалось бы, безобидные конкурсы красоты превратились в одно из самых смертельно опасных для девушек мероприятий. Какая там игра престолов! Придворные интриги на Руси были куда как драматичнее. Первой победительницей смотры невест и русской царицей стала Анастасия Романовна Захарина Юрьева. Это ее род впоследствии станет новой русской династией Романовых. Она славилась своей красотой и правильными чертами лица. Царь безумно любил свою супругу. Ее смерть тяжело отразилась на его душевном состоянии и была одним из обстоятельств, обостривших его борьбу с боярством. Ведь в ее отравлении у самого царя не было сомнений. То, что Анастасию Романовну действительно убили, подтвердили и современные ученые. В 2000-м они в ее останках нашли мышьяк, свинец и очень много ртути. Вторую жену Ивана Васильевича, Марию Тимрюковну, считали крутой нравом и очень злой. Как полагают, это она дурно повлияла и на характер царя. Когда умерла и она, Иван подозревал бояр в том, что они ее извели, утверждая, что она злокозинством отравлена бысть. Нет сомнений и в отравлении Марфы Собакиной, третьей жены царя. Царь выбрал ее из 2000 претенденток, но, видимо, его окружение невеста не устроило. Несчастная Марфа начала чахнуть сразу после обручения и умерла через пару недель после свадьбы. Иван обвинил в убийстве родственников первых двух жен, казнил нескольких обвиненных, в том числе брата Марии Тимрюковны. Иван Васильевич вообще рекордсмен по количеству жен. У первого русского царя, по разным сведениям, было от шести до восьми супруг. Итак, трех первых отравили, а еще троих насильно он сам постриг в монахине. На одной из них, Анне Васильчиковой, царь был женат всего четыре месяца. Когда девушка царю надоела, он заставил несчастную облачиться в монашеские одежды. Последняя Мария Нагая пережила своего мужа и была насильно пострижена в монахине после смерти царевича Дмитрия за недосмотрение за сыном. Хорошо, допустим, претендентка победила в смотре невест и даже выжила после этого. Какая жизнь ждала ее в царских палатах? Неужели все желания ее были, наконец, исполнены? Скорее, напротив, теперь ее жизнь состояла из многочисленных запретов. Чего не могла делать царица? Она, оказывается, довольно многого, то есть не могла почти ничего. Во-первых, теперь очень многие желали ее смерти, и прежде всего родственники тех девушек, которых не выбрали на смотре невест. Поэтому в 17 веке во дворце были приняты строгие меры для защиты женщин царской семьи. Царица больше не разрешалась навещать своих родственников. Ей вообще было теперь запрещено видеть простых людей, а простым людям ее. Поэтому родители и другие близкие родственники царской невесты переезжали во дворец. Царицам было категорически запрещено показывать лицо незнакомым людям. Ну а как же путешествия? За пределы дворца им выходить тоже было практически запрещено. Ну, только если съездить на богомоле в монастырь, да и то в наглухо закрытой карете. Никаких тебе видов из окна. Дипломат и путешественник Сигизмут Герберштейн, который жил при дворе царя Ивана Васильевича, писал, «Русские женщины не считают добропорядочной ту, которая выходит на улицу. Поэтому богачи и знать держат женщин заперти. Так что никто не говорит с ними. И домашнее хозяйство им тоже не дают везти». Хорошо, быть может, царицу развлекали постоянные балы и приемы. И тут нет. Царица и ее дочери не принимали участия в официальных церемониях, где присутствовали мужчины. У них был свой церемониальный зал – золотая царицына палата. На женской половине все слуги тоже были женщинами. Высших из них называли верховыми боярынями. Они также, как и слуги царя, отвечали за казну и за канцелярию царицы. Помимо так называемых развлечений, то есть посещения церквей и монастырей, у царицы была еще и официальная работа. Это ей зачастую направляли жалобы дворяне. И времени у нее было больше, да и традиционно ей отводилась роль заступницы. Так, скажете вы, ну а как же хобби? Конечно, хобби дозволялись. Традиционно царица должна была посвящать много времени вышиванию. Вещи, сделанные ее руками, считались одним из самых ценных подарков, которые иностранный посол или правитель мог получить от русской правящей семьи. Вот и сидела, вышивала царица долгими зимними вечерами между богомольем. Вот и все веселье. Первой русской самодержецей де-юры, то есть самостоятельно правящей царицей, стала Ирина Годунова, жена сына Ивана Грозного. Федор, тогда еще не наследник престола, а второй сын царя, выбрал ее без обычного смотра невест. Они были знакомы с детства. Она первая вышла за пределы терема. Не только принимала иностранных послов, но и участвовала в заседаниях Боярской думы. Она вела переписку с английской королевой Елизаветой I. Сохранилось и описание ее первого в русской истории публичного выступления на приеме Константинопольского патриарха. Присутствовавших на приеме иноземцев потряс великолепный и богатый наряд царицы. Один из них в восторге отмечает, что если бы у него было и десять языков, то и тогда он не смог рассказать бы о всех виденных им богатствах царицы. Ирину Годунову, наверное, можно было бы назвать счастливой царицей, ведь они с мужем, похоже, действительно искренне любили друг друга. Если бы ни одно несчастье. У них не было детей. Единственный ребенок, дочка, умерла в раннем детстве. И царь и царица очень страдали из-за этого. После смерти царя Федора Иоанновича около недели она была самодержицей, но решила не оставаться на престоле, а уйти в монастырь. Исследование скелета царицы Ирины показало, что она прожила всего около 45 лет. Судьба русских царец смутного времени, наверное, самая драматичная. Такого не пожелаешь и врагу. Следующей русской царицей стала жена брата Ирины, Бориса Годунова Мария Григорьевна Скуратова-Бельская. Царица была непопулярна в народе, в том числе и из-за воспоминаний о ее отце. По Москве ходили слухи о ее непомерной жестокости. Участь ее была страшной. За несколько лет на престоле она поплатилась сполна. После смерти Бориса Годунова на ее глазах толпа сначала растерзала ее сына, а затем и ее саму. А дочь стала наложницей Ложедмитрия I. Следующая русская царица Марина Мнишек. Она активно участвовала во всех событиях русской смуты и уж в тереме точно не сидела. Вы будете удивлены, но именно она, жена двух самозванцев, стала первой настоящей и легитимной русской царицей. До нее жены царей были просто женами царей. Венчаные, но не коронованные. А Марина была первой и единственной женщиной, кого помазали на царство и короновали, вплоть до Екатерины II. Казалось бы, венчану на царство для нее наконец началась настоящая царская жизнь, бесконечные балы и праздники. Вот только продлилась она всего неделю. Согласитесь, недолго. А вот расплата за эту неделю была ужасной. Она умерла в возрасте 25 лет. По литовским источникам женщину казнили, по русским она погибла в заточении от горя. У Марины обманом отобрали сына, уверив, что царь не будет мстить ребенку. Но маленького четырехлетнего Ивана повесили на лобном месте, на глазах матери. Говорят, Марина Мнишек прокляла весь род Романовых, пообещав, что ни один из мужчин Романовых не умрет своей смертью. Обе жены следующего русского царя, последнего Рюриковича на русском троне, Василия Шуйского, были насильно сосланы в монастырь. Трагичной оказалась и личная жизнь первого царя из династии Романовых, Михаила. После смотра невест он выбрал себе Марию Хлопову, в которую, похоже, влюбился с первого взгляда и на всю жизнь. Вот только ее возвышение не устраивало самых влиятельных при дворе родственников Романовых, Салтыковых. После обручения тщательно проверенная на предмет здоровья нареченная царица вдруг резко заболела, ее непрестанно рвало. Внезапная болезнь, впрочем, прошла, как только отец Марии поставил лечение под свой контроль, не давал ей еды и лекарств, которые сам не проверил. Вот только пока бедную девушку лечили, бояре сумели убедить царя, что болезнь неизлечима, и так полюбившуюся царю невесту сослали в Тобольск, где она окончательно поправилась от болезни. Впрочем, выбрать себе другую невесту царь категорически отказался. Лишь спустя несколько лет, когда Салтыковы уже потеряли свое влияние, Михаил узнал, что Хлопова совершенно здорова и снова хотел на ней жениться. Но тут против была его мать, и от невесты Михаилу все равно пришлось отказаться. В 1624-м царь женился на Марии Долгоруковой. Девушка умерла через несколько месяцев, и снова говорили, что она была отравлена противниками Долгоруковых. Так царь и не смог жениться по любви. Зато следующий брак, лишенный чувств, был долгим. Евдокия Стрешнева была из небогатой семьи и устраивала все боярские партии при дворе. Насмотренный невест вообще попал случайно, и, говорят, царь женился на ней из жалости. Их сын Алексей Михайлович из-за интриг также не смог жениться на выбранной им в ходе смотра невест Ефимии Всеволожской. Девушки то ли подсыпали чего-то, то ли так сильно стянули волосы, что ей стало плохо. В результате невесту объявили больной и отправили в ссылку. А вот его вторая жена, Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра Первого, буквально перевернула старые порядки при дворе. Современники писали, что Алексей и Наталья любили друг друга, и царь пытался всячески развлечь любимую жену. Она стала первой царицей, посетившей театральное представление. Любила танцевать и наблюдать за дипломатическими приемами. То есть стала жить привычной нам жизнью царицы. А ее сын и вовсе запретил разделение дворца на мужскую и женскую половины. И к 18 веку русский двор уже был очень похож на европейский. А вот последней русской царицей стала первая жена Петра Первого. Потом он принял титул императора, и царей, как и цариц, больше не было. Судьба Прасковья Лопухиной, которую переименовали в Евдокию, тоже драматична. Сначала Петр и Евдокия жили в согласии. Их письма наполнены любовью и нежностью. Супруги называли друг друга «свет мой», «радость моя». Но, увы, недолго. Вскоре отношения испортились. И якобы приложила к этому руку Наталья Нарышкина. Так как новая царица стала проявлять характер. У Петра появились другие пассии, а затем он и вовсе решил жениться. В результате законную русскую царицу, мать наследника престола, без всякой вины с ее стороны заточили в Покровском монастыре. Вокруг нее со временем сплотились поборники русской старины. И даже появился возлюбленный Степан Глебов. Но в 1718-м царица и Глебов были арестованы. Его пытали и казнили на ее глазах. А потом казнили и наследника престола, ее сына. Когда на престол зашла немка Екатерина, у которой было намного меньше прав на престол, чем у законной царицы, Евдокию перевели в Шельсельбург. Ее вернули из ссылки только после воцарения ее внука Петра II. У нее был шанс стать еще и русской императрицей, когда скончался Петр II. Однако Евдокия Лопухина благородно отказалась от короны. Она была уже стара, устала и поддержала партию Анны Иоанновны. Ну а теперь подведем итоги. Из 18 русских цариц 6 были убиты, отравлены, а 6 закончили свои дни в монастыре. Две умерли от родов и лишь 4. Евдокия Стрешнева, Наталья Нарышкина, Марфа Апраксина и Прасковья Салтыкова пережили своих мужей, но при этом не были сосланы в монастырь. Вот такая вот печальная арифметика. Редактор субтитров А.Семкин